За что с владельцев иномарок требуют дополнительные сотни тысяч рублей? И какую машину увидели эксперты в новинке от дочки АвтоВАЗа? По какой причине снова идут наверх цены на нефть? И почему в среду выросли акции АФК-система и МТС? Ну а также какую угрозу экономике создает растущая популярность работы курьером? Друзья, это все. Мы с вами в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, но и обязательно подписывайтесь на наш канал. Все это очень важно для нашей работы. А работаем мы для того, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и больше зарабатывали вместе с нами. Друзья, а какие три вещи в нашей жизни считаются вот такими общепринятыми признаками достатка? Ну, хотя бы среднего. Я думаю, что многие согласятся, что это некие сбережения, недвижимость и автомобиль. Все эти три составляющие мы периодически с вами обсуждаем в наших выпусках. А вот сегодня я хочу сосредоточиться на последнем пункте. Как я недавно рассказывала, в феврале россияне набрали автокредитов на 171 миллиард рублей. Это стало абсолютным рекордом в истории нашей страны. С чем это связано? Ну, в первую очередь, с предстоящим ростом цен на машины с 1 апреля. В силу вступят новые правила параллельного импорта иномарок через страны Евразийского экономического союза, он же ЕАЭС. Многие так везут автомобили для того, чтобы их растаможить со скидкой. Ну, вот такая своего рода лазейка для серых с кем. Теперь российские власти ее перекрывают, и придется доплачивать всю разницу в пошлинах и налогах. Брать ее российское таможне будет в виде повышенного утилизационного сбора. Ну, в общем, импортным машинам уже предрекли подорожание на 30%. Ну, вот россияне, собственно, и стараются взять кредит и успеть купить машину до того, как цены прогнозируемо вырастут. Вообще, желание сэкономить штука довольно-таки понятная, близкая практически каждому. Но, правда, к сожалению, иногда это выходит боком. Ну, вот, например, из Вестия пишут, что российские владельцы автомобилей стали массово получать требования доплатить утилизационный сбор за свои иномарки. Речь о тех, кто покупал машину через посредника по параллельному импорту. Те брали машину за границей, оформляли ее на себя, да, якобы для личного пользования, и ввозили сюда по, соответственно, льготной ставке утильсбора. Ну, и, соответственно, продать ее они могли дешевле, чем дилеры, которые платили по ставке коммерческой. Так что такой вот способ прикупить железного коня был в последнее время довольно-таки популярным и распространенным. Но вот только федеральная таможенная служба, как оказалось, держит нос по ветру. И вот теперь счастливые обладатели, введенных таким образом иномарок, стали получать счета на оплату утилизационного сбора по повышенному, обратите внимание, тарифу. Суммы, которые ФТС требует доплатить, серьезные, от 300 до 850 тысяч рублей. То есть, представляете, вы такой, значит, довольный, разъезжаете на своей новенькой машинке, и вдруг вам говорят, ну, собственно, хочешь дальше ей пользоваться, то доплати, пожалуйста, еще там 800, условно говоря, тысяч. Причем требования такие стали приходить и конечным покупателям, и тем посредникам, которые привезли машину в Россию. Посредних вычисляют по слишком уж частым путешествиям за границу с целью приобрести авто. Ну, например, человек за год якобы купил для личного пользования, там, скажем, 15 машин, но в итоге все они оказались проданы почему-то другим людям. Ну и, соответственно, тут как бы становится очевидно, что это уже коммерческая деятельность, и будьте добры, доплатите им утилизационный сбор по соответствующему тарифу. Ну, в общем, с ними все как-то более-менее логично, а вот простых покупателей, конечно, в этой ситуации жаль, и таких, кстати, уже там 5-7 тысяч человек насчитали. Если вам тоже приходили письма счастья с требованием доплатить за вашу машину, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, я думаю, что будет тоже многим полезно узнать, как это все происходит. Хотя эксперты говорят, что в целом это вполне ожидаемая история, ну, все как в той пословице, скупой платит дважды. Ну, видимо, перекупщиков это теперь тоже касается. Кстати, с точки зрения закона требования вполне обоснованы. Как говорят представители рынка, есть только один фактический шанс этой серьезной доплаты избежать. Это попросить Минпромторг об амнистии. Ну, мол, чем больше будет таких обращений, тем выше вероятность, что власти все-таки пойдут в этой ситуации навстречу. Ну, в общем-то, иномарки становятся для нас все менее доступными. Это уже такой тренд. Но вопрос, на чем тогда ездить, если не на автобусе. Об этом мы с вами поговорим буквально через минуту, но сперва прервемся на короткую, но полезную рекламу. Друзья, вопрос. Хорошо ли вы понимаете бизнес, в который инвестируете? Потому что инвестиции – это не виртуальные акции и облигации. Это способ помочь реальным компаниям, ну а как бы в благодарность получить часть их прибыли. Очеловечить инвестиции можно при помощи краудлендинга. На платформах, таких как JetLand, люди дают в долг малому и среднему бизнесу, реальным магазинам и производствам, которые ищут альтернативы неудобным и дорогим банковским кредитам. Для инвесторов краудлендинг становится способом помочь реальным людям. У каждой компании есть карточка на JetLand, на которой можно узнать, во что ты инвестируешь. Ну, я, впрочем, доверяю местной системе автоинвестирования, и за последний год алгоритмы принесли мне более 18,6% годовых. Сейчас у меня на счете накопилось более 300 тысяч рублей, у меня в портфеле 743 компании, выплаты приходят каждый день и реинвестируются под средневзвешенную ставку в 25,8% на срок до трех лет. Получается выгоднее, чем в депозитах. По словам аналитиков JetLand, показатель будущей доходности XIRR превышает 26,64%. Если начать инвестировать сейчас, портфель с высокой доходностью можно сформировать за несколько недель. Ну, а высокую доходность на платформе можно сфиксировать на несколько лет. При этом все официально, я напоминаю, JetLand – это ведущий оператор в реестре Банка России. Заемщики проходят серьезный отбор перед тем, как на платформу попасть, и это тоже очень важно. Если вы заинтересовались, то можете оценить краудлендинг лично, автоинвестирование по готовым стратегиям бесплатно и доступно при балансе от 2000 рублей. Ну, а если вы зарегистрируетесь по ссылочке в описании, то JetLand на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода ролика. Друзья, как и обещала, давайте мы продолжим с вами тему личного транспорта. Итак, импортные машины становятся для нас все дороже. Ну, видимо, власти стараются поддерживать отечественных производителей, в том числе ограничивая ввоз иностранных автомобилей на наш рынок. Но что предлагают россиянам в качестве альтернативы? Вот такой вопрос, собственно, у многих в этой ситуации возникает. Ну, вот, например, точка АвтоВАЗа, автозавод Санкт-Петербург, представил первые машины под своим новым брендом Иксайт. Их так довольно презентабельно выставили на парковке перед зданием питерского правительства. Ну, мол, вот смотрите на надежду нашего автопрома. Ну, или все-таки не нашего? Тут тоже возникает у многих вопрос. Ну, на самом деле, даже у меня, человек, который не очень разбирается в моделях китайских машин, возникло ощущение, что где-то я это уже видела. Ну, и, собственно, почитала комментарии экспертов, автомобилистов и поняла, что не ошиблась. Потому что новый Иксайт – это точная копия популярного кроссовера из Поднебесной. Это Cherry Tiggo 7. На беглый взгляд отличается наша новинка от оригинала только тремя вещами. Ну, собственно, шильдиком Иксайт, возможно, чуть большей радиаторной решеткой, ну и, конечно, ценой. По мнению экспертов, новые российские машины будут стоить от 2,5 миллионов рублей. И при этом, если вот посмотреть оригинальные Cherry Tiggo 7 у китайских продавцов, то там стартовая цена будет около 13-14 тысяч долларов. И, соответственно, по сегодняшнему курсу это где-то в районе миллиона трехсот тысяч рублей. То есть получается, что вдвое дешевле российского аналога. Ну, возможно, на деле окажется, что наша машина даст фору китайцу по техническим характеристикам. Вполне вероятно. Но если нет, то вот тогда очень интересно, чем все-таки такой ценник обоснован и аргументирован. Ну, возможно, чувствуя конкурента, автозавод «Москвич» озаботился поиском нового партнера для сборки машин. Тут я подчеркну партнера «Восточного». Китайского Jack Motors уже недостаточно для того, чтобы загрузить завод полноценно. И при мощности в 180 тысяч автомобилей в год «Москвич» планирует выпустить в этом году лишь 22 тысячи. Так что вполне возможно, что линейку производителя скоро могут пополнить новые или старые китайские бренды. Но за свежий «Москвич» тоже придется немалую сумму заплатить. Два с лишним миллиона – это минимум. Что брать, если нет возможности столько денег отдавать? Ну, в таких случаях обычно говорят, мол, присмотритесь к «Ладе Гранте», ну, например. Да, спасибо, конечно, тем более, что тут еще в СМИ пишут, что у дилеров начали появляться модели аж с двумя подушками безопасности. До февраля их, я напомню, вообще не было. Потом добавили одну водительскую, а теперь вот как бы расщетрились и для пассажиров тоже. К тому же в марте нам обещали еще старт-продаж «Лады Веста» с автоматической коробкой передач. Ну, в общем, растем. Действительно прекрасно. Ну, если серьезно, то при всем уважении, конечно, к отечественным производителям и при всем желании, чтобы они развивались, я понимаю, что в нынешних условиях им, конечно, нелегко. Но, с другой стороны, все-таки трубить в СМИ о том, что теперь в наших машинах есть базовые для иностранцев комплектующие, ну, как-то это несерьезно, да, все-таки люди же тоже это считывают. Ну, хотя вполне допускаю, что могу чего-то не понимать, потому что я совсем не автоэксперт, я простой потребитель. Так что тут, надеюсь, на вас. Поделитесь своими соображениями, что думаете о новых и старых российских автобрендах. Есть у них будущее? И как вы думаете, в чем смысл собирать китайские машины под видом наших? И есть ли в этом какая-то перспектива? Напишите об этом в комментариях. Ну, а теперь, друзья, наш ежедневный обзор рынков. Индекс Мосбиржи начал у нас день в среду с уверенного роста, но к обету перешел в боковик. К вечеру он сменился снижением. Основные торги завершились в районе 3320 пунктов, и итог дня минус 0,3%. Черное золото в среду у нас продолжило дорожать. Нефть марки Brent торговалась по 83,5 доллара. Одна из причин – это новые атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Ну, по крайней мере, именно так считают аналитики ведущего нефтяного брокера PMV. 13 марта беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефти. И, по данным агентства Reuters, в результате повреждены были две установки первичной переработки. На время ремонта загрузка предприятия может у нас снизиться на 70%. И вот на этом фоне акции Роснефти сегодня предсказуемо подснизились. Но при этом компания как бы стратегически все равно остается интересной. Второй день подряд в красной зоне и бумаге Лукойла, чье Нижегородское НПЗ подверглось нападению дронов накануне. Параллельно компания выпустила сильный финансовый отчет за прошлый год, но он акциям вырасти не помог. Наоборот, участники рынка начали фиксировать прибыль. Снижение слегка ускорилось еще когда в среду вечером стало известно о смерти вице-президента Лукойла. Такое трагическое событие, похоже, что на котировки оно тоже повлияло. Кроме инцидентов с беспилотниками, проблем Лукойлу добавляет и прекращение поставок в Болгарию. Ну и в целом этот год у нефтяников может быть таким не самым простым. Крупнейшие мировые экономики у нас замедляются, ну а добыча нефти за пределами ОПЕК растет. Иными словами, предложения все больше, а спроса становится все меньше. При этом есть для российских экспортеров и хорошие новости. Некоторые из них смогут получить индивидуальное освобождение от обязательной продажи валюты. По данным ведомостей, соответствующие поправки прямо сейчас готовит Минфин. Претендовать на освобождение у нас смогут компании, которые получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Правило будет распространяться и на договоры в валюте, но мы до сих пор с вами не знаем, какие именно компании вот сейчас обязаны продавать свою валютную выручку. И поэтому пока что неизвестно, кому это послабление сможет облегчить жизнь. Список лидеров роста у нас сегодня возглавили бумаги АФК «Система». Основным драйвером называют вероятный IPO-дочек компании. Владелец системы Владимир Евтушенков в прошлом году заявил о таких планах, но при этом не назвал тогда конкретных претендентов. Аналитики считают, что ими могут стать сеть клиник МИДСИ, фармацевтический холдинг Биннафарм Групп и МТС Банк. Он входит в структуру компании МТС, значительная доля в которой принадлежит, я напомню, АФК-системе. Кстати, последний вариант как раз подтвердился. Сначала Совет директоров МТС Банка одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму до 3,6 миллиарда рублей. Это часть технической подготовки к выходу на рынки. И вот уже вечером сегодня акционеры МТС Банка приняли решение обратиться на московскую биржу со заявлением о листинге акций. Так что, собственно, все идет по плану. В феврале агентство Reuters сообщило, что МТС Банк может провести IPO уже этой весной в планах привлечь от 10 до 15 миллиардов рублей. Это такой достаточно приличный объем для первичного размещения на российском рынке. Кроме АФК-системы в лидерах роста в среду оказались бумаги Аэрофлота, причем особых причин для этого не было. Ну, разве что ГТЛК спрогнозировала рост пассажиропотока у российских авиакомпаний в этом году. Ожидается, что они смогут перевести 114 миллионов пассажиров, и это на 8% больше, чем результаты, которые в прошлом году рынок показал. Возможно, это повлияло, но вполне вероятно, что инвесторы просто долго переваривали хороший финансовый отчет Аэрофлота, который вышел у нас на прошлой неделе. Не знаю, не могли в него поверить. Чистый упыток компании за прошлый год сократился почти в 4 раза, ну а выручка выросла на 48% и 612 миллиардов рублей составила. Благодаря увеличению числа зарубежных полетов, Аэрофлоту удалось восстановить свою долю рынка в 45%. И это такой максимальный результат с 2019 года. Без новостей в среду выросли и бумаги Яндекса, которые прибавили почти 3%. 4 марта акции IT-гиганта обновили максимум с 2022 года, затем началась коррекция, и они на 5,5% за неделю подешевели. Ну, видимо, все, кто хотел зафиксировать прибыль, уже это сделали, и теперь бумаги Яндекса снова у нас пользуются спросом. Ну, а в целом для компании ничего не изменилось, сделка по реструктуризации была одобрена, и в этом году основной бизнес станет полностью российским. Ну, а на МОД-бирже у нас появятся акции нового юрлица вместо расписок нидерландской компании Яндекс.НВ. Эпоха уходит, ну а инвесторам осталось только дождаться позитивных новостей по обмену бумаг. Вообще, несмотря на то, что сегодня индекс МОД-биржи немного снизился, с начала года он более 7% уже прибавил. Но инвесторам стоит помнить, что вот время, когда на рынке можно было купить там все, что угодно, и получить доход, оно прошло. Чтобы на рынках получать прибыль в условиях вот нынешней волатильности и неопределенности, нужно проводить, конечно, фундаментальную оценку компаний, нужно разбираться в мультипликаторах и постоянно мониторить потоки новостей. Я согласна, что звучит достаточно сложно и долго, но наша команда аналитиков знает, как сделать этот процесс простым и понятным для абсолютно любого инвестора. Внутри подписки и в плюс эксперты проводят прямые эфиры, делятся инвест-идеями, формируют модельные портфели и, что самое главное, учат людей грамотно инвестировать и на этом зарабатывать. Уже на днях на платформе выходит курс, где аналитики расскажут, как сформировать инвестиционный портфель и минимизировать риски. Я думаю, что это будет очень полезно и для новичков, и для людей с опытом, потому что про портфели вопросы возникают стабильно и регулярно. Будьте уверены, что о рисках на рынке наши аналитики знают достаточно и могут их просчитать даже при первичном размещении активов. Ну вот, для примера, они делали подробный разбор Диасофта перед его IPO, и многих подписчиков оно тогда заинтересовало. Ну а сейчас бумаги этой российской IT-компании торгуются на 30 с лишним процентов выше цены размещения. Ну и, кстати, всего за последние пару месяцев наши эксперты выпустили полтора десятка обзоров про компании, которые выходят на IPO. Все они доступны в нашей подписке и будут появляться новые. Так что, друзья, успевайте присоединиться к числу подписчиков и в плюс и сделать это на выгодных условиях, потому что 18 марта мы повышаем цены в два раза. Не упустите возможность стать частью команды с финансовыми знаниями, которые помогают зарабатывать, а не терять. Ну а чтобы вам было легче принять решение, в описании к видео я оставлю промо-код, который дает скидку в 20% на годовой премиум-тариф. Друзья, ну а мы с вами дальше давайте пойдем. Я думаю, что всех в детстве спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. И вот глядя на сегодняшние новости, кажется, что скоро дети будут отвечать, что они хотят стать курьером в службе доставки. Ну я серьезно. Вот тут сервис Работы.ру почитал, что минувшей зимой доходы доставщиков в России выросли почти на 40%. Их средняя зарплата сейчас превышает 112 тысяч рублей. Это примерно как доход инженера бурения нефтяных скважин. Ну, конечно, среднего опыта, а не старшего, но все-таки. Чтобы работать курьером, как вы понимаете, не требуется ни опыт, ни там особое знание и навыки. Ну и, видимо, именно поэтому популярность этой профессии растет уже какими-то просто безумными темпами. Еще летом аналитики говорили, что в России уже больше миллиона курьеров, и при этом спрос на них продолжает расти. По данным Авито Работы, за прошлый год он вырос, приготовьтесь, в 4 раза. Я, конечно, понимаю, что у нас там дефицит кадров, но ощущение такое, что в курьерах россияне нуждаются, ну, как будто бы, я не знаю, даже больше, чем в ком бы то ни было вообще. И вспоминается, как в ноябре чиновник из Минпромторга возмущался, что при тотальной нехватке рабочих рук у нас, цитата, а один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Ну, заявление хоть и резкое, но зерно истины, на мой взгляд, в нем все-таки имеется. В целом вопрос такой бешеной популярности доставки как места работы отпадает. Спросы огромные, и зарплаты растут. Почему бы, собственно, не пойти? Но откуда взялась вот такая вот потребность в курьерах, тут можно назвать, на самом деле, много факторов. Там интернет-торговля активно развивается, в компаниях повышается уровень обслуживания и так далее. Но если копнуть глубже, то можно констатировать, наверное, главный факт. Изменилось наше потребительское поведение. Смотреть на это можно, на самом деле, с разных точек зрения. Одни говорят, что мы попросту обленились. Ну, мол, зачем, да, спускаться в магазин у дома, если можно остаться на диване, а тебе все принесут. И вот, на мой взгляд, это действительно не очень такая здоровая тенденция в нашем обществе. Сервисы вот этой моментальной доставки продуктов сейчас очень популярны, особенно в мегаполисах. Ну, а мы тем временем как бы двигаемся все меньше и запускаем в итоге свое тело. С другой стороны, такие доставки – это отличная помощь тем, кто, допустим, ограничен в своих движениях. Так что у этого есть и большие плюсы, безусловно, тоже я не буду это отрицать. При этом отдельные эксперты считают, что развитие курьерских сервисов показывает, насколько лучше мы стали жить. Ну, мол, средний класс расширяется, доходы растут, уровень жизни там идет наверх. Чего же, собственно говоря, жаловаться. Ну, и к тому же, сколько времени людям удается экономить благодаря различным доставкам. И это время они могут потратить на саморазвитие, работу, семью и так далее. Здесь тоже спорить прямо-таки трудно. Тратят ли – это вопрос уже другой, потому что, как правило, мы освободившееся время тратим на какую-то ерунду. Ну, я сама, да, сторонник такого грамотного тайм-менникранта. Я стараюсь время оптимизировать, которое трачу на всякие бытовые и рутинные дела. Но вообще доставка продуктов и готовой еды – это самое молодое направление курьерской работы. Если так посудить, всей профессии в целом уже несколько тысяч лет. Ну, вот, например, в легендах античного мира у нас нередко встречаются гонцы. У древних греков даже был отдельный бог, который им покровительствует. Его так и называли – посланник богов Гермес. Этот парень для скорости носил крылатые сандалии, ну, а его современные последователи передвигаются, ну, например, на электровелосипедах и самокатах. Ну, в общем-то, курьеры всегда выполняли такую важную действительно работу. Иногда от них зависел, там, не знаю, исход сражения или даже целой войны. Так что умалять значение этой профессии я, конечно, ни в коем случае не собираюсь. Она и сейчас дает экономике много плюсов. Ну, так, навскидку, это как минимум профессия с хорошим доходом и низким порогом вхождения. Ну, а это значит, что больше людей смогут работать и платить налоги. Во-вторых, это колоссальная помощь малому бизнесу, да, гораздо проще запускать свое дело, зная, что тебе не нужно особенно о логистике заботиться. Но есть и очевидная социальная роль тоже, да, легче поддерживать отношения, там, не знаю, с дорогим человеком, если вы живете далеко друг от друга. Заказал доставку подарка, цветов там на праздник и все. Все в конечном итоге довольны. Это правда классно, это здорово. Но и минусов для экономики тоже немало. Есть ощущение, что расставаться с деньгами, попросту нажимая на кнопки в приложении доставки, гораздо проще, чем в обычном магазине. Плюс во всех таких сервисах есть минимальная сумма заказа, и ты, может быть, хотел купить картошки на 100 рублей, а в итоге ты заказываешь еще что-то на 500, просто чтобы привезли. То есть люди тратят все больше и больше в конечном итоге. Это что делает? Это разгоняет инфляцию, с которой так усердно борется Банк России. Ну а еще вспомним слова чиновника из Минпромторга о здоровых мужчинах, которые работают курьерами. Ну, по сути, сейчас это действительно большая проблема для экономики, потому что люди уходят работать в доставку со строек, с предприятий, с заводов. Но между тем глава ЦБ Эльвира Набиулина говорит, что нам нужно любым способом повышать производительность труда в стране. Иначе нашу экономику ждут очень темные времена. И при этом недавнее исследование РАН показало, что в сфере услуг у нас уже серьезный переизбыток кадров при их тотальной нехватке на действительно важных для экономики предприятиях и производствах. Хотя тут к работодателям тоже есть вопросы. Почему инженеры и строители вынуждены уходить в поисках лучших зарплат и устраиваться условно курьерами? Хотя, конечно, не мне призывать людей идти трудиться на завод и стройку. И в любом случае каждый выбирает работу, которая подходит лично ему. И тем более, что вакансии сегодня есть абсолютно на любой вкус. Вот X5 Group тут ищет, знаете кого, штатного HR-торолога. Так что, если кто-то вдруг у нас тут на короткой ноге с небесными телами хочет работать в крупнейшем ритейлере страны, не зевайте, возможно, это вакансия для вас. Ну, а пока, друзья, напишите в комментариях, как вы относитесь к растущей популярности профессии курьера. Какие минусы и плюсы вы в этом видите и насколько часто вы сами их услугами пользуетесь. Друзья, ну и в завершении выпуска еще пару слов о российском фондовом рынке. После выборов президента на этой неделе ключевой темой для Мосбиржи снова станет геополитика. Такую мнению высказывают многие эксперты. Мы уже сейчас видим, как тяжело идет индекс наверх. И это несмотря на многомиллиардные расходы правительства. Дело в том, что инвесторов тут напугал президент Франции Эммануэль Макрон, который сообщил о возможной отправке военных НАТО на территорию Украины. Он в последние несколько недель довольно жестко высказывается в отношении России. Ну а 14 марта Макрон выступит перед народом Франции. И там тоже вроде как должен тему Украины затронуть. Так что следим очень внимательно за всеми этими заголовками, за этими событиями. Это может быть такой важный триггер как для мировой экономики, так и для российского фондового рынка. Ну а быстрее всех узнать, что же сказал французский президент, можно будет в телеграм-канале EF News. Наши журналисты проводят лучшие текстовые трансляции в российском телеграме и отбирают для читателей только самую важную информацию. Ту информацию, которая может повлиять на их кошельки, без политики и каких-то субъективных оценок. Так что, друзья, подписывайтесь на EF News и не пропускайте важнейшие события в мировой экономике. QR-код для подписки у вас на экране, а ссылочка на канал в описании к этому ролику. Ну что ж, друзья, у меня на этом сегодня все. Надеюсь, что выпуск был вам полезен. Если это так, то не забывайте ставить лайк под этим видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь, потому что здесь становятся финансово грамотными. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.